Подвиг воинов-интернационалистов вспоминали и во дворце детского и юношеского творчества. Там учащиеся 52-й школы узнали о причинах и событиях 10-летней войны в Афганистане, а также обообщались с руководителем клуба патриотического воспитания. Вдали от отчего дома они в раз повзрослели, сжимались в тоске и надежде сердца их родных. Тяжелейшим итогом Афганской войны является гибель наших солдат и офицеров. В этом году уже 29-я годовщина вывода российских войск из Афганистана. О том, как наша страна оказывала интернациональную помощь другому государству, предстояло узнать люберецким школьникам. Что такое радость возвращения с войны, хорошо знает Дмитрий Баранников. Он служил в Чечне, а сейчас развивает в подрастающем поколении чувство патриотизма в военном клубе «Феникс». У нас в Люберевском районе движение «Юнармия» набирает силу. И я думаю, что если в вашей школе нет еще отряда «Юнармия», то в ближайшее время возникнет. Мероприятие подобной направленности во дворце детского и юношеского творчества проходит на регулярной основе. На базе учреждения создан Центр патриотического воспитания. Педагоги не пропускают ни одной даты в истории нашей страны. Мы должны помнить воинов, которые отдали прежде всего свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили мирно. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.